Игроки ЦСКА ВВС порадовали своих болельщиков. Летчики прервали неудачную серию из нескольких поражений в матче с легендарным новокузнецким металлургом. Правда, начало встречи получилось провальным, гости сумели дважды огорчить хозяев в первом периоде. Шайбы забросили Арсений Грицюк и Александр Шевченко. Но, как это было уже не раз, на второй отрезок встречи хозяева вышли на лед с другим настроением. Быстрые агрессивные атаки увенчались успехом. Сперва Максим Лазарев забросил шайбу в большинстве, а затем Артем Ворошила тоже в неравных составах замкнул передачу партнера на пятачке и восстановил равновесие. В третьем периоде обе команды показали качественный хоккей, но удача улыбнулась подопечным Павла Десяткова. Голкипер металлурга Олег Шилин не смог зафиксировать шайбу после отскока от борта. В итоге она оказалась в сетке после броска новичка ЦСКА ВВС Никиты Михайлова. Как итог, 3-2 на табло ледового дворца спорта «Кристалл» и красивая волевая победа летчиков. Ну, ребята сегодня молодцы, сражались. Сражались, как в принципе и в предыдущих играх. Винить я их ни в чем не могу. Вырвали этот тяжелый матч у хорошего соперника. Все с победой. Тренер новокузнецкого металлурга Леонид Тамбиев был разочарован результатом. По его мнению, команда не соблюдала игровую дисциплину и получила много штрафного времени. Это и сломало игру. Безобразная ошибка вратаря в третьем году. Что там говорить? Вот есть комментарии. Так что соперник из победы. У меня вообще нет комментариев по игре. Сейчас хоккеисты ЦСКА ВВС занимают 22-е место в турнирной таблице, но все может измениться уже в ближайшее время. Летчики проведут региональное дерби с Тольяттинской «Ладой» 26 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00. Поединок пройдет без зрителей. Анатолий Головко, Сергей Баскин. События. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok